МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. Сегодня в выпуске. Уровень реки Щерубай-Нура поднялся на 3,5 метра. Размыло дороги. Жители не могут добраться до работы. Районные власти заявляют, что уже через неделю река войдет в свое прежнее русло. В ближайшие годы предстоит активная работа в рамках реализации проекта по газификации Центрального Казахстана. Глава региона Ерлан Кушанов провел отчетную встречу перед областным общественным советом. Насыпная, асфальтная, паровозная. Эти и другие названия улиц скоро навсегда исчезнут с карты Караганды. Состоялись очередные общественные слушания по переименованию улиц. Обо всем более подробно. Жители села Шопа, который год страдает из-за паводков. Уровень воды в реке Щерубай-Нура поднялся на 3,5 метра. Дороги смыло. Мужчины не могут выехать в город на работу. А дети уже неделю не посещают занятия. Я же работаю в Караганде. Вот я из-за пост я не могу выехать с Саула. Вот из-за дороги, понимаешь? Уже 21-го я приехал. До сих пор я дома. А мою семью кто будет кормить? Я же не работаю. В Сауле нет работы. Житель села Шопа Аким Булатов говорит о наболевшей проблеме. Каждый год во время весенних паводков их селение затапливает вода, вышедшая из русла реки Щерубай-Нура. В настоящее время село с численностью 147 человек отрезано от города. Добраться до села Шопа на машине невозможно. Единственным средством передвижения служит лодка. Однако ее местные жители не видели уже три дня. Что они будут делать с больными людьми? Обещали отправить лодки МЧС. Где они? Почему о нас никто не думает? Так выглядит мост, по которому ежедневно переходили десятки детей на пути в школу, которая находится в соседнем селе. Уже неделю дети не посещают уроки. Родители одолел страх. Каждый боится, что его ребенок сорвется и его унесет быстрое течение. У меня есть ребенок. Я боюсь за него. Написала расписку, что ребенок не будет посещать школу одну неделю. Как же иначе? В прошлом году была такая же проблема. Нам говорят, что нашего села нет на карте. Когда это все закончится? Мы что, никому не нужны? У некоторых из 30 семей, проживающих в селе, заканчиваются продукты. Мужчины не могут выехать на работу в город. Дети же заперты в домах. Ситуация с каждым годом становится все хуже. Местная администрация текущее положение катастрофическим не считает. В Акимате Шевского района уверены, через неделю уровень воды спадет, поэтому жителям беспокоиться не стоит. По нашим подсчетам, через неделю река снова войдет в свое русло. С каждым днем уровень воды становится ниже. Как ситуация улучшится, дети смогут ходить на занятия. Пока мы боимся отправлять их в школу в соседнее село. Кто знает, что может случиться по дороге. Местные жители утверждают, что единственным решением в данной ситуации является строительство моста. Однако в Акимате Шевского района заявили, что пока проблема дорог в более крупных селениях не решится, никто не возьмется за строительство моста в селе, где проживает лишь 147 человек. Чиновники заявили, что в будущем они непременно решат эту проблему. Вот только когда именно наступит это будущее, пока неизвестно. Продолжается поездка членов Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената парламента в Карагандинскую область. После ряда встреч в областном центре сенаторы выехали в регионы. Открытый разговор депутатов Сената с активом Шахтинска был посвящен основным направлениям социальной политики главы государства. Сенаторы отметили важность реализации предложений, направленных на повышение уровня жизни населения. В ходе встречи подробно обсуждались вопросы применения новой кредитной политики и других механизмов эффективной государственной поддержки. Что касается налоговых, там более-менее понятно, вы знаете, там будет снижение налогов до нулевой ставки. Но там четко описаны пороговые значения, кто попадает под эту категорию, под эти инициативы. Но я думаю, ваша инфраструктура, которая работает в обеспечении шахтных и так далее, я думаю, они как раз под этот вопрос попадут. И фискальные органы, естественно, должны подготовить тот же пакет законодательных актов, который обеспечит уже практическое применение обеспечения, допустим, облегчение налоговой нагрузки на ту сферу бизнеса, к которому это относится. Сенатор Сауля Альпаева подробно остановилась на необходимости учета самозанятого населения. Она заявила, что в основном это граждане, находящиеся за чертой бедности. Снижение налоговой нагрузки до нуля процентов – эта инициатива в первую очередь предназначена для них. В ходе диалога члены городского актива «Шахтинска» выразили свою поддержку социальным инициативам главы государства, но также призвали парламентариев содействовать в решении и других социальных проблем. К примеру, необоснованному росту цен на продукты питания. Эту тему поднял руководитель Совета ветеранов. Сенатор Сауля Айпаева сообщила, что на рассмотрении в парламенте находится законопроект, который позволит государственным органам жестко пресекать ценовые и тарифные сговоры. Вот смотрите, хотелось бы показать какие-то хорошие моменты. Только министерство, которое обладает законодательной инициативой, говорит о том, что мы будем повышать пенсию, мы будем повышать заработную плату, либо идет поручение президента. Соответственно, до, естественно, это вот как то же самое по жилью, да. Сказали, будет кредитование 7-20-25, вот Белатаршидович, он нам беспокойность даже выражал, говорит. Вот сейчас, наверное, говорит, и цены на жилье. То есть этот законопроект у нас, вот насколько мне это известно, он находится в парламенте. Разъяснение социальных инициатив президента было продолжено в ходе встречи сенаторов с трудовым коллективом объединенного машиностроительного завода «НОМ». Были обсуждены вопросы модернизации производственных мощностей и применения новых технологий. Предложения президента получили живой отклик среди работников предприятия, особенно в части обучения молодежи техническим специальностям. У нас два коллектива местных шахтеров готовят, наших готовят. Но в основном переобучение машиностроительной профессии делаем мы у себя. Мы не имеем права сварщиков учить, электросистарей. Всех остальных обучаем сами. Кузнеца, токаря, фрезеров, любого. В этот же день депутаты Сената посетили шахтинский гемодиализмный центр. Медицинское учреждение открылось год назад. Сегодня центр обслуживает 20 пациентов с заболеваниями почек. Врач-нефролог Нурья Шарипова отмечает, что теперь пациентам Шахтинска нет необходимости периодически выезжать в Караганду на процедуру гемодиализа. А процедура эта жизненно необходима. Сенаторы отметили, что с каждым годом растет количество узкоспециализированных центров и медицинских кабинетов в регионах страны. Андрей Теншал, Карл Денбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В областном департаменте внутренних дел также состоялось мероприятие, посвященное разъяснению пяти социальных инициатив. Депутат Сената парламента Георгий Ким выступил перед карагандинскими полицейскими с подробным докладом о том, какие возможности создает уникальная социальная программа. Встреча с сотрудниками Департамента внутренних дел Карагандинской области для сенатора Георгия Кима стала особенным событием. Ведь десятилетия назад трудовой путь депутата начинался в Караганде с должности следователя. Об особом отношении к данному ведомству столичный гость рассказал в ходе мероприятия, посвященному разъяснению социальных инициатив президента. Георгий Владимирович отметил, что государством созданы все условия для сотрудников Департамента внутренних дел. Облегчить жизнь блюстителей порядка смогут и социальные инициативы. Депутат Сената парламента заострил внимание на вопросе доступности жилья для каждого казахстанца. Георгий Ким остановился на каждой из пяти инициатив, пояснив сотрудникам Департамента, как именно данная социальная программа будет функционировать. Участники мероприятия задали сенатору множество вопросов. Одним из наиболее актуальных был вопрос дальнейшей годификации. Участники мероприятия хотели узнать, все ли маленькие села будут подключены к магистрали. Георгий Ким отметил, что для обеспечения жителей сел газом будет предусмотрена внутренняя сеть. Здесь у вас два момента. Первый, есть магистральные сети, это будет государство делать. Есть внутренняя разводка, это внутренняя. Это, конечно, должен делать местный бюджет. Конечно, потому что они знают, как лучше провести. Они знают, на какой метр, на какой километр заложить тот или иной тенге. Понимаете? Поэтому по закону о межбюджетных отношениях эти вопросы все решаются на уровне маслехата. Они принимают, потом акимат принимают к исполнению, и оно идет. Но самое главное, что вопрос озвучен, программа есть, и я думаю, вы тоже убедились, что это будет в ближайшее время. Напомним, 2 апреля в шахтерскую столицу приехали депутаты Мажелиса и Сената парламента. За несколько дней столичные гости успели встретиться со студентами, сотрудниками судов, трудовыми коллективами и сельскими жителями. Череда мероприятий с участием депутатов посвящена разъяснению пяти социальных инициатив. Торжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей, и они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку, а теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. Отопительный сезон в Карагандинской области планируют завершить к 15 апреля. В целом, отопительный сезон по области проходит в штатном режиме. На всех станциях поддерживается неснижаемый запас топлива. В целом, отопительный сезон в населенных пунктах Карагандинской области проходит стабильно. По сути, можно уже говорить о том, что сезон подходит к концу. По прогнозам синоптиков, ночная температура воздуха поднимется до плюсовой отметки после 5 апреля. А к 15 апреля областные власти намерены завершить отопительный сезон. В настоящее время разрабатывается план ремонтных работ на следующий сезон. К нами начата работа по защите Акиматами и предприятиями ремонтных программ на отопительный сезон 2018-2019 года. По итогам этой работы мы будем готовить постановление Акимата. Особое внимание на аппаратном совещании было уделено задолженности за коммунальные услуги. Анатолий Шкарупа озвучил цифру – свыше 800 миллионов тенге на всей области. Заместитель Акима также заострил внимание на том, что задолженность за коммунальные услуги растет и у государственных организаций. Я хотел бы отметить, что в ряде регионов у нас наблюдается рост задолженностей уже непосредственно бюджетных организаций, подведомственных организаций Акиматов, городов и районов. Вот, к примеру, по электроэнергии у нас идет нарастание долгов по Балхашу, по Жизказгану, по Садпаеву, вернее, Садпаев снизил, по Улутаускому району. Это наши подведомственные предприятия, они наращивают долги. Анатолий Валерьевич, вы вместе с Акимами отвечаете за это? Хорошо. Динамики нет пока. Анатолий Валерьевич, вот проблема еще в оплате коммунальными предприятиями. По ним нужно акцентировать внимание тоже Акимам, городах. Акцентируйте, работайте. Есть. У нас есть все властные полномочия на это. На совещании в областной администрации говорили и о паводковой ситуации. По словам Анатолия Шкарупы, выпавший снег не повлияет на ситуацию в регионе. В субботу мы получили дополнительный объем влагозапасов в результате выпадения снега. Но сейчас ситуация полностью нормальная по паводковой ситуации. И в Шетском районе, и в Жанаркинском районе, и в Нуринском районе ситуация находится на контроле. Синоптики заявляют, что таяние снега будет плавным. В настоящее время в реке Нура с учетом выпавших осадков запасы воды составляют 248 миллионов кубических метров. По словам специалистов, этот показатель не является критическим. Акимы городов и районов регулярно сообщают о паводковой ситуации. Это позволяет своевременно принимать решения о сбросе и накоплении воды. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Действующий в Карагандинской области общественный совет активно участвует в социально-экономической жизни региона, не оставляя без внимания ни одной сферы жизни. Глава региона Ерлан Кушанов выступил с отчетом об итогах социально-экономического развития региона за 2017 год и задачах на текущий 2018 год перед членами общественного совета. Рассказывая об итогах проделанной работы за 2017 год, глава региона отметил, что промышленными предприятиями изготовлено продукции на общую сумму свыше 2 триллионов тенге. Порядка 80% от общего объема приходится на обрабатывающую промышленность. По карте индустриализации было реализовано 8 новых проектов на сумму порядка 8 миллиардов тенге. Создано 300 новых рабочих мест. В этом году мы планируем реализовать 5 проектов в общей стоимости 72 миллиарда тенге с созданием тысячи новых рабочих мест. Новые производства – это всегда вклад инвесторов, и работу с ними мы в прошлом году усилили. За год объем привлеченных инвестиций вырос на 10% и составил порядка 360 миллиардов тенге. Мы создали совет по привлечению инвестиций, активизировали работу по заполнению специальной экономической зоны Сарарка. Только за последний год мы открыли там два новых предприятия на стадии реализации еще 9 проектов. Акимобласти отметил, что 70% всех инвестиций, вложенных в экономику области, были направлены на модернизацию и цифровизацию предприятий региона. По словам Ерланы Кушанова, на сегодня стоит задача постепенного изменения структуры экономики области. Из года в год наращиваются доли малого и среднего бизнеса. На сегодня в этом секторе трудится треть экономически активного населения, отметил Аким. За прошлый год реализовано 140 новых бизнес-проектов с созданием тысячи, полутора тысяч новых рабочих мест. В этом существенную поддержку предпринимателям оказало государство через программу «Дорожная карта бизнеса». По ней было поддержано порядка 250 проектов. Мы также активно работаем над созданием пояса малых предприятий вокруг системообразующих компаний. Об этом я говорил и в ходе встречи с населением. В прошлом году было заключено 1675 партнерских соглашений на сумму 80 миллиардов тенге. Говоря о задачах на текущий год, Ерлан Кошанов заявил, что вся работа перестроена с учетом пяти социальных инициатив президента. Это отметили и члены общественного совета, доктор технических наук, профессор, почетный житель Караганды Николай Дришт отметил особую важность такого проекта, как газификация Центрального Казахстана. Он долго бился над тем, чтобы дать газ Центральный Казахстан и так далее. Рассматривались многие проекты. И вот я думаю, что эта настойчивая работа его привела к тому, что сегодня Центральный Казахстан впервые за вековую историю своего существования получит все то, что нужно цивилизованному человечеству. Я хотел бы вас попросить более подробно осветить, какими сейчас мероприятиями проводится осуществление этого проекта. Газификация Центрального Казахстана может стоить республиканскому бюджету более триллиона тенге. На территории Карагандинской области будет проходить основная часть газопровода. Это порядка 850 километров. Ерлан Кушанов сообщил, что областные власти работают над двумя вопросами. Первый – предоставление земли под прокладку трубопровода. Второй – строительство сети газопровода для населенных пунктов региона. По земле уже заседание земельных комиссий прошло. Выбор трассы мы согласовали. В дальнейшем земельные акты будут выдаваться. Это уже работа земельной комиссии. Второе – что касается именно АГРСов – это автоматизированная газораспределительная станция. На первом этапе будут построены три АГРСы газораспределительной станции. Это в крупных городах Джисказган, Караганда, Тимиртау. Оно будет построено параллельно с газопроводом к 2020 году. К этому времени мы должны успеть построить газораспределительные сети. На отчетной встрече также шла речь и о паводках, и о ремонте дорог, и о строительстве жилья. В завершение заседания председатель общественного совета Яркарай Магомбетов отметил, что за последние годы в Карагандинской области произошло много положительных изменений, конкретных и важных достижений. От имени членов общественного совета он выразил благодарность руководству области за проделанную работу. «Работа идет хорошо. Материалы я читаю на странице «Казахстанской правды», «Литеры» и других, и по другим, по строительству, по промышленным развитиям области региона. Поэтому заместители профессионалов высокого уровня, они работают, команда у вас хорошая. Поэтому, я думаю, показатели будут тоже на 18-й год хорошие. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. В Караганде и Цимиртау врачи необоснованно выдавали рецепты на приобретение психотропных препаратов. Многочисленные нарушения обнаружили полицейские в ходе оперативного мероприятия «Допинг». Сотрудники Управления по борьбе с наркобизнесом выявили 37 различных нарушений в медицинских учреждениях региона. В ходе оперативного мероприятия проверено 17 объектов. В медицинских учреждениях выявлены факты незаконной выдачи рецептов, дающих право на получение психотропных препаратов. По данным фактам возбуждено административное производство. Кроме того, в ходе рейдов было выявлено 11 правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий «Допинг» сотрудниками Управления по борьбе с наркобизнесом и территориальных подразделений выявлен один из фактов нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств по статье 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан. По каждому факту в отношении задержанных граждан возбуждено досудебное расследование, проводится расследование. Виновные лица будут привлечены к ответственности. Также оперативно-профилактические мероприятия «Допинг» направлены на профилактику правонарушений, деятельности предприятий всех форм собственности, имеющих лицензию наоборот наркотических средств, психотропных веществ и прикурсоров. В Караганде будут переименованы 16 улиц. Активные горожане высказывались по этому поводу на слушании Общественного совета города. Мероприятие прошло с участием представителей городского маслехата, общественности и отдела культуры и развития языков. Бурные споры на заседании Общественного совета не утихали несколько часов. Десятки карагандинцев, которые придерживаются активной социальной позиции, пришли на мероприятие, чтобы выразить свою точку зрения касательно вопроса переименования улиц. Согласно постановлению главы государства, идеологически устаревшие названия улиц должны быть заменены на наименования, отражающие национальные истоки. В связи с этим на рассмотрение общественного слушания было вынесено 16 улиц города, названия которых не несут никакой смысловой нагрузки. Большинство горожан поддержали данную инициативу. Нашлись и те, кто выступает из-за переименования более крупных улиц. Потом вот это Ленин. Что такое Ленин? Ленин созвучен с октябрем у нас. Ленин и октябрь. Что нам принес октябрь? 70% населения Казахстана вымерло голодомором благодаря этой власти. Власти октября, власти Ленина, власти Сталина. Вообще, самый большой учитель – это история. Историю учит людей нам. Из истории делают выводы, народы делают выводы. Третья кочегарка – насыпная, асфальтная, паровозная, батарейная. Если подумать, то на карте Караганды подобных смехотворных названий улиц очень много. Заменить эти наименования именами достойных батыров, видных деятелей искусства и ветеранов труда более чем логично. Большинство участников слушания подробно ознакомились со списком 16 улиц и проголосовали за их переименование. Также на слушании неоднократно поднимался вопрос переименования улицы Коминтерна. Тысячи шахтеров выступают за то, чтобы дать улице имя Жансиита Абдрахманова. Одного из десяти шахтеров, удостоившихся звания Героя социалистического труда в далеком 1948 году. Следует отметить, что переименование улиц – процесс долги. После слушания будет составлен протокол, с которым горожане смогут ознакомиться на сайте Акимата города. Далее протокол будет направлен на рассмотрение городского маслехата. Высказать свое мнение по этому вопросу карагандинцы смогут на последнем общественном слушании. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Болгстар. Субтитры подогнал «Симон»!